И давайте начнем. О чем у нас сегодня будет идти речь? Это создание бэк-офиса интернет-магазина. Мы поговорим с вами про складской и количественный учет. Приходуем товар, заведем склады, посмотрим, как настраивается система оплаты и доставки, посмотрим, как работает интеграция с CRM-системой. Она у меня уже настроена, но если что, мы настроим ее заново. И также посмотрим наши новинки, связанные с маркетингом. Это и email-маркетинг, триггерные рассылки, оботестирование, пульс-конверсии и так далее. Начнем с складского учета. Система 1С Bittrex позволяет ввести такой небольшой, скажем так, простенький складской учет для небольших компаний. Для тех, кто еще не ведет такой учет в 1С, это все можно делать прямо в Bittrex. Доступно это в разделе магазин и в вкладочке складской учет. Вот у меня абсолютно свеженькая демка. Здесь есть несколько продаж, но пока еще не заведены никакие склады, ни поставщики, ничего. Давайте, наверное, начнем с заведения складов. Хотя нет, наверное, даже начнем с настроек. Настройки, настройки продукта, настройки модулей. И посмотрим, во-первых, включен ли у нас количественный и складской учет. Это настройки торгового каталога. Складской учет у нас включен, резервирование включено. Правила резервирования товара у нас такие, что при оплате заказа товар у нас резервируется. Если что, это можно изменить в настройках интернет-магазина. Настройки резервирования товара при оформлении заказа, при оплате заказа, при разрешении доставки или при отгрузке. Снятие резервов через 3 дня. Вы можете изменить эту цифру. Так, вернемся сейчас. Посмотрим, да, складской учет включен. Ну, в принципе, здесь все, что необходимо сделать, у нас сделано. Поэтому давайте, наверное, уже переместимся непосредственно в раздел магазина, складской учет и заведем наш склад. Вот пока у нас есть один по умолчанию склад на Московском проспекте 51. Давайте добавим еще один. Склад. Это будет наш активный склад. Он же будет являться и пунктом выдачи, и с него можно будет отгружать товар. Эта галка важна для... Потом мы увидим, когда будем отгружать товар, посмотрим, на что это влияет. Галочка. Сайт. Ну, у нас пока один сайт, да, на платформе нашей работает, наш по умолчанию тренд-магазин. Адрес зададим складу, ну, допустим, не знаю, там, Калининград. Да, что ж такое. Улица Леонова, 15 пускай будет, 154, неважно. Какой-то контактный телефон склада. График работы, если необходим. Е-мейл склада. Мы тоже укажем, да. Пускай будет склад. Вот такие информационные поля. GPS, широта, долгота для того, чтобы мы могли этот склад показать, например, на карте вывести, да, где-то на нашем сайте. Не буду сейчас задавать. И остальные данные сохраняют этот склад. И, естественно, если у нас есть склады, то должны быть и поставщики, да, у которых мы покупаем товар и приходуем этот товар на наши склады. Давайте добавим поставщика. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо. Ну, я выставлю у себя физическое лицо. Петров. Анатолий. С телефоном. С каким-то e-mail. Это все, на самом деле, справочная информация. Улица 236.000. Также будет Калининград. Улица Марвская. Готов у нас поставщик, готовы у нас склады, и мы можем какие-то уже начинать заводить документы. Какие бывают типы документов в битриксе? Во-первых, это приход товара на склад. Во-вторых, это перемещение товара между складами. Также можно оформить возврат товара, списание товара и отмену резервирования, если мы какое-то резервирование делали. Ну, давайте самое первое сделаем. Приход товара на склад. Оформим. Мы указываем дату документа, сайт, для которого этот приход будет, кто у нас поставщик. Пока у нас только один поставщик. Это Петров Анатолий. Валюта, в которой мы приходим этот товар. И начинаем заводить товары. Товары уже должны быть заведены в нашем каталоге. То есть, если мы приходим к нам на склад, то в первую очередь мы их заводим в каталоге или экспортом из какого-то файла или вручную. Если мы проставляем у них какие-то штрих-коды, и у нас подключен сканер штрих-кодов к нашему компьютеру, то можно прямо по штрих-коду найти. У меня, к сожалению, такой сканер отсутствует. Поэтому я просто выберу товары в каталоге. Пускай будут какие-то штаны. Все товары, которые присутствуют у меня на сайте, это торговые предложения. На первом вебинаре вам рассказывали, что это такое. Когда один и тот же товар, например, штаны полосатый рейс, он может иметь разные цвета и разные размеры. Здесь мы видим L фиолетовый, здесь пошел уже L зеленый. И прямо здесь я выбираю необходимый товар. Добавляю. Например, будет так. И выберем что-нибудь, какую-нибудь футболку. Указываем количество, которое мы приходовали. Пускай будет, например, по 25 штук каждого товара. Указываем закупочную цену. Допустим, штаны у нас будут по 500 рублей. Футболку пускай будет, не знаю, 200. Итого, на 300 тысяч мы приходим сейчас товар. Если у нас все нормально, то мы можем его провести. Можем сохранить документ, пока не проводя. Мы сейчас сделаем такую проводочку. И давайте перейдем сейчас в какой-нибудь товар. Посмотрим на количество этого товара. Так, у нас здесь штаны полосатый рейс. Не видно совсем описание какого-то размера. Давайте попробуем настроить это. Здесь не указано. Так, ну вроде L-ку мы там приходовали. Странный полосатый рейс. Да, он нам откроет уже не торговое предложение, а непосредственно тот товар, которым приходовали. Размер одежды L. И мы можем сейчас посмотреть в параметрах этого товара. Мы на склад на Московском проспекте. 100 штук было у нас. 25 штук мы еще оприходовали. Получилось у нас с того 125 штук. Всего доступное количество у нас 125 товаров. Давайте попробуем купить такие штаны. И посмотрим, как у нас здесь зарегистрированное количество изменится. Так, это у нас штаны полосатый рейс размера L. Я сейчас перейду на страничку сайта. Так, я уже авторизован. Идем в штаны. Так, полосатый рейс размер L. Такого цвета, по-моему, синяя у нас первые были. Давайте посмотрим. Фиолетовый. Фиолетовый полосатый рейс. Возьмем спиток. Перейдем в корзину. Ну, давайте оформим заказ. Так, тут цветочная поляна. Я еще, видимо, когда-то выбирал. Мы их пока отложим. Так, полосатый рейс, 5 штук L. Указываем наши реквизиты. Да, ну, здесь у меня уже заведен профиль. Я его оставлю. Способ доставки. Оставлю доставку курьером. Оплата будет наличным курьером, чтобы нас на Яндекс сейчас не перекидывало. 5 штук. Сумма будет 10 395 рублей. То есть, 9 995 рублей. Это сумма товара плюс стоимость доставки. Я жму оформить заказ. Заказ готов. Он в моем магазине проходит под номером 9. Давайте я сейчас перейду в этот заказ. Во-первых, откроем заказ. И сразу посмотрим по штанам. Я, честно говоря, уже не помню, как у нас там было проставлено резервирование при оформлении заказа или как. Да, наверное, не при оформлении, а при оплате заказа было поставлено. Давайте сейчас мы с вами этот заказ, допустим, деньги курьер получил, да, мы оплатим этот заказ. Разрешим доставку. Хотя в данной ситуации следовало сделать наоборот. Сначала разрешили доставку. Доставку у нас отвезли. Мы получили информацию от курьера, что заказ оплачен. Мы нажали оплату этого заказа. Нам необходимо, если у нас складской учет не включен, то отгрузка товаров может быть произведена автоматически. Там также настройка строится далка. Но у нас включен складской учет, поэтому мы должны указывать, с какого склада, какое количество товара мы отгружаем. То есть у нас может быть ситуация, когда у нас на двух складах на одном количестве 100 единиц товара, на другой 25 единиц товара. А заказ у нас получился на 40 единиц товара. В таком случае мы можем с одного склада отгрузить 25 единиц товара и с другого 15 единиц товара. Что для этого делаем? Мы берем кнопочку, жмем «Заказ». Я выбираю, да, отгрузить заказ. И у меня сразу появилось, видите, вот такое вот здесь окошечко. Я выбираю склад, с какого отгружаю. Он здесь показывает склад, только первый склад, на котором у меня есть 125 единиц товара. И я указываю, что мне необходимо отгрузить 5 единиц товара. Или, допустим, давайте отгрузим только 2. Он не дает мне отгрузить 2 штучки, потому что надо, чтобы было отгружено 5. На самом деле это в ближайшее время будет исправлено, и у нас появится возможность разделения такой загрузки. Но пока, видимо, еще не доделали. Так, товар у нас оплачен. Не отгружен, что ж такое, я галку что ли не поставил. Сейчас еще раз. Отгрузить товар. Да, видимо, галка после ошибки 5 штук. Так, у нас товар оплачен. Доставка разрешена и отгружен. Теперь давайте зайдем еще раз в этот товар. Я через заказ-то сделаю. Раздел торговый каталог, параметры. И смотрим. У нас уже доступное количество 120. Мы не увидели, как произошло резервирование, потому что мы оплатили и отгрузили сразу этот товар. Ну, если бы сделали только оплату и разрешили доставку, но не отгрузили, то было бы здесь 120 и зарезированное количество 5. Немножечко я поторопился, получается. Ну, думаю, ничего страшного. Общая суть понятна. Для чего нужен этот торговый учет, складской учет? Ну, в принципе, в первую очередь для того, чтобы у вас всегда была полная информация по вашим товарам, чтобы не было какого-то бардака. И, во-вторых, гораздо удобнее все это вести где-то в одном месте, а не разделять, например, ввести учет где-то в Excel. Повторюсь, речь идет именно о каких-то совсем небольших магазинах. Если же речь у нас идет о каких-то более-менее крупных магазинах, то наверняка весь торговый учет у вас будет вестись с 1С. По этому поводу у нас есть отдельные вебинары. И как настраивается интеграция с 1С, можно посмотреть именно там. Если кого-то интересует прямая ссылка, напишите в опросиках. Я обязательно дам так, чтобы эта ссылка была доступна всем. Так, вернемся к нашему складскому учету. Мы посмотрели, как с вами какой-то простейший документ заводится. В принципе, таким же образом можно менять товар, перемещать между складами, оформлять возвраты и так далее. Так, давайте сейчас гляну, какие есть вопросики. А можете пока их писать. Так, доступное количество товара. Можно ли вручную менять? Виктор, ну смотрите, можно, если у вас складской учет не включен, то можно количество товаров там в руками вносить. Причем можно указывать, будет у вас товар, будет вестись количественный учет или нет. То есть, если необходимо, если какой-то товар, который у вас там постоянно есть на складе, то, не знаю, можете руками просто вводить. В общем, да, можно. Ответ на ваш вопрос можно. Как правильно загрузить товары с ценами и остатками в интернет-магазине? Редакция «Малый бизнес», чтобы в нем отображались цены и остатки товаров. Ну смотрите, по поводу «Малого бизнеса» сразу хочется сказать, там есть одно ограничение, там есть возможность введения только одного склада. Это во-первых. А во-вторых, ну как правильно загрузить? Как я уже говорил, правильно сначала создать каталог этих товаров, а потом эти товары уже оприходовать вручную или с помощью сканер-стрих-кодов, или его, как я показывал, завести, для того, чтобы у вас по документам на складе были эти товары. Так, подскажите, работает ли уведомление о поступлении товара на склад в дефолтной версии Bittrex? Как его подключить? Олег, понял, о чем вы спрашиваете. Судя по всему, речь идет о том, чтобы пользователю, если товар нет на складе, чтобы пользователь мог получить уведомление. В рамках сегодняшнего вебинара не расскажу, но вы можете написать мне свой e-mail, и я вам обязательно отвечу. Там надо настраивать такую штуку. Она есть, она работает, но ее надо настраивать. Спрашивают. При настройке выгрузки товара из модуля обмена, при настройке дерева каталогов приходится распасовывать товар вручную. Будет ли в перспективе инструмент для автоматического заполнения дерева каталогов? Вы знаете, если вы... Честно говоря, не знаю планов именно по этому вопросу, но если у вас есть какое-то предложение, обязательно тоже напишите. Можно будет обсудить это. Давайте двинемся дальше и посмотрим некоторые отчеты, которые присутствуют у нас в редакции «Бизнес». У меня здесь они еще не сформированы. Вообще, для чего все это надо ввести, этот учет? Всегда можно посмотреть, помимо тех отчетов, которые у нас по продажам, всегда можно посмотреть отчет по запасам товаров, сколько каких товаров, на каком складе у нас находится. Таким образом, например, выгрузить, распределить по месяцам, по валюте и так далее. Всегда можно посмотреть, что, наверное, самое важное – доходность по товарам. То есть, какой товар продается лучше, какой хуже. Мы всегда увидим, какая у нас валовая прибыль и какая рентабельность у того или иного товара. Ну, здесь мы с вами продали на данный момент только штаны полосатый рейс. Показывает, что рентабельность у нас 279,8 рублей. То есть, такие отчетики есть. Можно их строить, смотреть статистику именно по вашему продукту. Я не буду подробно на этом останавливаться. Я думаю, здесь все и так достаточно понятно. И все смогут самостоятельно разобраться. Отчеты и графики – вот такой вот раздел есть. Мы с вами, наверное, давайте лучше перейдем в раздел, где мы настраиваем, что у нас дальше по плану – «Система оплаты и доставки». Вообще, есть очень такая удобная штука. В первом вебинаре показывали. Называется «Мастер-магазин». Мастер-магазин, в котором… Так, спрячем, да? Это те настройки интернет-магазина, которые вам необходимо сделать для того, чтобы он максимально эффективно работал. Вот как раз здесь два вопроса. Это платежная система и служба доставки. Давайте сейчас перейдем сначала к платежной системе. Посмотрим, как они настраиваются. Сразу, если вы еще не работали с системой, не знаете, что и как сделать, то здесь есть такого вот рода документация. Открыв нее, можно как раз посмотреть, что такое платежные системы, для чего они нужны, и примеры настройки различных платежных систем. Такие, как наличный расчет или с помощью Яндекс.Денег и так далее. Давайте возьмем какую-то… Добавим платежную систему. У нас сейчас здесь все они активны. Добавим платежную систему. Я пока не буду заполнять названия. Мы пока посмотрим только, какие есть платежные системы в Питриксе. В первую очередь стоит указать, для каких типов плательщиков данная платежная система будет работать. Для юридических лиц, либо для физических лиц, либо и для тех, и для других. Ну, тут в зависимости от того, с какими типами плательщиков ваш интернет-магазин работает. Это тоже все в системе настраивается. Давайте выберем обработчик. Вот те обработчики, которые присутствуют в системе по умолчанию. Вот здесь они перечислены. Самые популярные обработчики, которые существуют у нас в Урнете. Они здесь есть. Тут и Яндекс, и Хронопей, и PayPal, и Worldpay, Robocamani. Ну, в принципе, все есть. Не знаю. Давайте попробуем вот Robocass. Не помню, был он там или нет. Давайте сейчас проверим. И если что, удалим. Нет, Robocass нет. Давайте ее настроим. Вы выбрали обработчик Robocass. Название такое запишем. Указываем свойства. Если необходимо, чтобы при оформлении заказа оплата проходила не в том же окне, открывалось соседнее окно, то ставим галочку, указываем там кодировку, которая открывается, добавляем логотип, если надо, и свойства обработчика. Устанавливаемся в логин магазина, пароль магазина, и далее вся та информация, которая нужна, если у вас есть какой-то договор с Robocass. Ну, у меня договора такого нет. Я сейчас ничего не буду заполнять. Посмотрим на примере какой-нибудь другой системы, где заполнены уже эти поля. как-то выглядит вживую. Ну, тут в зависимости от обработчика вот эти вот поля, они могут быть разные. Например, Robocass у нас спрашивают логин магазина, пароль магазина, написание заказа, сумма заказа. Какое значение передавать? Например, если мы выберем Яндекс.Касса, здесь в принципе то же самое все так, как где-то я смотрел. Если мы, например, выберем счет. Да, ну здесь все переменные, которые идут у нас по умолчанию с нашего магазина. Так, давайте тогда откроем какую-нибудь платежную систему, посмотрим, где у нас уже заполнено. Так что я такие штучки не заполнял. Ну, вот в качестве примера можно взять те же самые Яндекс.Деньги, которые уже заполнены, и посмотреть, какие данные откуда передаются. Что еще стоит учесть? Мы можем указывать, с какими службными доставками работает данная платежная система. Например, у нас Яндекс.Деньги будут работать только, допустим, для службы доставки самовыус или доставку курьера. Или, если мы хотим, чтобы работали с теми и с другими, то нажимаем кнопочку Shift и выбираем столько, сколько нам надо. Сохраняем все это. И платежная система потом у нас появится в нашем доступных нам платежных системах при оформлении заказа. Давайте попробуем какую-нибудь все-таки сделать. Так, счет нам не нужен. Так, Сбербанк у нас там есть. Не знаю, английский что ли? Все, поставлю сейчас. Абсолютно на обум пока вот это все запомню. Так. Для физического лица. Для всех доставки. Не указано название платежной системы, конечно. Так, внизу. Название. Вот здесь вот я название не указан. Давайте теперь попробуем оформить заказ на нашем сайте. Вот должна платежная система появиться. Что-то я неправильно, видимо, делаю. Не подскажу сейчас. Так, что ж такое? Почему она меня не пилит? А, я ее, наверное, не актив. Все правильно, она у меня не активна. Так, активируем. Давайте вот так вот сделаем. И еще раз смотрю. Давайте новый заказ оформлю. Активно. Нет, все равно, видимо, может быть, это связано с тем, что там все-то английское. Не знаю, не подскажу. Ладно, тогда мы поедем дальше. И мы сейчас посмотрим... Так, платежные системы у нас были. Службы доставки. Службы доставки бывают настраиваемые и автоматизированные. Настраиваемые службы доставки это те, в которых мы указываем, например, доставка курьером. Давайте, да, например, доставка курьером покажу. Мы указываем стоимость доставки в зависимости от каких-то параметров этой доставки. Например, у нас будет доставка курьером, допустим, срочная. Даже вот так напишем. Срочная. Которая будет у нас от нуля до двух дней пускай. Это будет доставка товара не более 100 килограмм. Нет, грамма у нас от нуля до 10 тысяч. 100 тысяч. Пускай будет грамм. Стоимость заказа будет, допустим, это будет для заказов до 35 тысяч рублей. И в таком случае цена будет 500 рублей. Также можем в доставке настраиваемым указать, с каким местоположением будет работать данная доставка. Например, пускай это у нас будет только Москва. Такая доставка будет только по Москве. не выведено, что ли, отдельно городом. Да, на Московскую область вот так. Ну, не буду сейчас искать город в Москву. Добавлю все. Россию мы уберем. Ставим такую доставку только на Московскую область. и так же будет давайте добавим доставку курьером обычную. допускай, допустим, до 7 дней. По весу не будет ограничений, стоимость заказа тоже не будет ограничений. Вот такая доставка у нас, например, будет пускай по всей России. Если мы будем оформлять заказ до 35 тысяч рублей по Московской области, вес суммарных товаров будет попадать у нас под заданные рамки, то у нас будет возможна доставка доступна срочная доставка курьером. Иначе у нас будет вид доставки это вот самовывоз и доставка курьером обычная. Кроме того, помимо настраиваемых служб существуют автоматизированные службы доставки. Они уже есть. Можно открыть какую-то из тех, которые есть. Можно добавить какую-то еще. Давайте вот, например, посмотрим, да, ДМС Почты России. Так. Этот обработчик обработчик службы доставки ЕМС Почты России доставка работает, как у нас указано, только по России. И на основе публичного API службы ЕМС Почты России она рассчитывает стоимость доставки, исходя из каких-то параметров. То есть можно какие-то ограничения по весу, по умолчанию, которые есть там, нужно отредактировать и всегда это вести так, как надо. Если необходимо, можно какие-то наценки ввести сюда на доставку именно ЕМС Почты России, либо каким-то другим способом доставки. Из тех, кто у нас тут представляет какие-то свои данные для расчета стоимости доставки, самые основные доставщики есть, и ПЭК есть, и ЮПС, в принципе, все, кто необходим. например, опять же, ПЭК есть. Сохраним его. Для сайта S1 у нас будет работа. Так, давайте посмотрю, если есть вопросы сейчас по уступе доставки. Так, по записи спрашивают, да, запись есть. Я вначале показывал, где она лежит у нас. Так, спрашивают сейчас. Сейчас, одну секундочку, почитаю этот вопросик. Что касается молодоскладовости, это предполагает при подключении систем оплаты в пределах одного заказа выставлять счет по нескольким реквизитам. Допустим, телевизор на один, счет холодильник на другой. Андрей спрашивает, Андрей, вот в ближайшее время это должно быть реализовано, то есть, когда будет доработана и выпущена возможность отгрузки заказа по частям, там будет и возможность на разные счета это делать, насколько я знаю, но надо немножечко подождать по срокам выпуска обновлений я, к сожалению, сориентировать не могу, но до нового релиза это точно должно быть, то есть, это, ну, конец лета, начало осени, где-то так. Спрашивают еще раз, где посмотреть записи вебинар, показываю еще раз, сайт 1SBITREX.RU, раздел компания, мероприятия, вебинары, будут от 11-го числа, есть видеозапись, будет также от 13-го числа. Так, давайте еще один вопрос. Возможно ли процедура апгрейда редакции малый бизнес на бизнес или бизнес надо приобретать заново? Любовь спрашивает. Любовь, смотрите, если у вас активная лицензия на малый бизнес есть, то вам достаточно приобрести просто переход на большой бизнес, доплатив только разницу в цене между этими редакциями. Так, мы с вами посмотрели про систему оплаты и доставки, давайте теперь перейдем к CRM-системе. CRM-система, вот она у меня уже настроена. Для чего это необходимо? У меня есть свой тестовый портал, на который заведена CRM-ка, настроена, единственное, что, сейчас я посмотрю еще раз настройки этой CRM-ки, появилась, да, мы с вами сделали заказ, отгрузили его. Так, эта сделка у меня нет, не та. Я залезу сейчас в настройки своей CRM-системы. Дело в том, что CRM-система при интеграции с интернет-магазином на 1S-Bitrix позволяет обрабатывать заказы непосредственно в CRM-системе. То есть, если у вас заказ создается от пользователя, который у вас уже заведен в CRM-систему, то этот заказ уже будет автоматически к нему привязан. Вы уже будете сразу видеть историю предыдущих его заказов и при связи с этим клиентом сможете ему, например, какие-то бонусы предложить или так далее. Так, ошибка к импорту у меня какая-то здесь произошла. Сейчас проверю. Да, не получится у меня, наверное, сейчас делать. Дело в том, что у меня это с разных сетей я делал. Так, боюсь, что интеграцию я сейчас именно работу интеграции не смогу показать. давайте попробуем еще раз заново настроить интеграцию, может тогда будет полегче. Так, интернет-магазин я сейчас удалю эту интеграцию и запущу мастер новой интеграции интернет-магазина. В принципе, когда вы будете настраивать свою интеграцию CRM с интернет-магазина все можно будет делать точно так же. Адрес интернет-магазина у нас вот такой. Я там как админ. одежда плюс будет так. Так, получится у меня или нет? Сейчас посмотрим. Да, не получается у меня потому что я завел новую свою институцию. Да, наверное, боюсь, что... Нет, здесь у меня настроена интеграция. Давайте сейчас попробуем. Передано. Ага, настроить интеграцию CRM. Так. Да, не могу сказать, что такое. Запустил здесь все на тестовой версии. И да, боюсь, интеграцию CRM не покажу, а попрошу, чтобы мой коллега сделал это в нашем третьем вебинаре. Давайте потихонечку тогда перейду к следующей теме. И эта тема у нас будет называться маркетинг. В последней версии у нас появилось достаточно много инструментов для маркетинга интернет-магазина. Это email-маркетинг и триггерные рассылки, и возможность прогнозировать бизнес-модели вашего интернет-магазина. Давайте по порядку сейчас посмотрим. Начнем с email-маркетинга. Что он из себя представляет? Это возможность делать всеразличные рассылки. Группировать списки email-адресов по определенным параметрам, создавать разные шаблоны рассылок. Для этого есть такой мастер, в котором можно по шагам посмотреть, как это сделать. Давайте мы с вами попробуем это сделать. Активно у нас будет рассылка. Давайте назовем тестовая рассылка. Вывод в уличной части для подписки будет. Мы с вами создаем новую рассылку. Если бы у нас были здесь возможности выбрать какие-то рассылки, которые мы уже раньше заводили, выбрали бы там выбрать рассылку. Выберем или создадим группу получателей. Эти рассылки будут получать только те группы, которые мы хотим отправлять. Название группы. Я тоже напишу здесь тестовая. Выбираем откуда мы будем выбирать данные e-mail адреса. Например, это у нас может быть какие-то веб-формы, либо покупатели интернет-магазина, либо информация из инфоблоков, подписчики. Можно рассылку всем пользователям сделать. Давайте сделаем рассылку по нашим покупателям. Покупатель здесь один, поэтому он показывает, что все выбрано получать или один. Выберем группу тестовая. Если какие-то группы, которые нам надо исключить, например, мы хотим сделать рассылку всем пользователям сайта, которые у нас не являются посетителями. В таком случае надо будет добавить группу адресов все пользователи сайта, а в исключение добавить покупателя. Таким образом рассылку у нас получат все те пользователи, которые у нас зарегистрировались на сайте, но никогда ничего не покупали. Такая логика. Далее создаем выпуск рассылки. Есть несколько штатных шаблонов, как будет выглядеть эта рассылка. Например, один столбец или два столбца разные варианты, три столбца и так далее. Давайте какой-нибудь выберем такой вот один столбец. Тема письма у нас будет пускай. Тестовый шаблон назовем отправителя. Пускай будет вот такой адрес. В теме письма можно указывать какие-то теги персональной персонализации. Например, вот так вот. Давайте сделаем вот так даже. У пользователя, который у нас зарегистрирован на сайте с этим e-mail, он же заполнял у нас имя, поэтому он получит именную рассылку. Мне по идее должно быть написано Кровнов Никита тебе письмо и как-то дату. Подробнее здесь вот такой help есть, и может посмотреть. Давайте посмотрим, как будет у нас вылетело письма. Можно как в виде HTML-кода, так и используя визуальный редактор отредактировать отредактировать данное письмо. Я сейчас ничего не буду дрогать, ставлю это как есть. Если необходимы какие-то вложения, но опять же сюда можно вложить. Не буду сохранять. Давайте следующий шаг. Рассылку это мы можем отправить как вручную, так и например в определенное время. Либо периодически отправлять эту рассылку, например, сделать расписание каждый понедельник, среду и пятницу в 9 утра. По дням, месяцам, если необходимо, тоже можем это указать. Тестовую отправку мы можем сделать на свой какой-то адрес, чтобы посмотреть как это выглядит. Давайте я попробую на свой личный ящик сейчас. Хотя не факт, что у меня сработает, у меня же здесь не настроены почтовые сервера. Попробуем. Так, мы выполнены успешная отправка. Статус выполнения у нас указан здесь в процессе отправки. Это логично, потому что мы указали, что у нас по понедельникам, средам и пятницам эта рассылка будет. Поэтому мы ее сейчас сохраним. Так, давайте я попробую сейчас на свой ящик залезть. Посмотрим, пришла ли у меня эта рассылка и не валила ли она случайно в спам. нет, ничего не было. Но это скорее всего мне кажется с тем, что не настроено у нас там не настроено у нас почтовый сервер совершенно. Второй инструмент это триггерные рассылки. Он немножечко похож. Давайте тоже через мастер добавим такую триггерную рассылку. Что вообще такое триггерная рассылка? Это рассылка, которая реагирует на определенные действия или бездействия пользователя. Давайте создадим какую-то триггерную рассылку, тоже посмотрим, как это у нас настраивается. Допустим, это будет название рассылки вас давно не было. Условия запуска. Вот как раз одно из первых условий. Давно не заходили на сайт, давно не покупал. Лежит у пользователя корзина, допустим, на сайте. какие-то другие. Давно не заходил на сайт, мы рассылку будем делать в 8 вечера, когда люди как раз дома. Если мы эту галочку поставим, то рассылка запустится для пользователей, которые не выполняли действия, не заходили больше 90 дней. давайте поставим уголку. Так. И какое у нас должно быть, что должен сделать пользователь для того, чтобы эта рассылка прекратилась, чтобы цель была достигнута. Он должен, допустим, давно не сходили на сайт, но заход на сайт должен быть действием. Указываем. Если необходимо тестовую кому-то рассылочку сделаем здесь. И письма. Надо добавить, создать такое письмо. Опять же надо будет создать шаблон, указать тему. сохраню это. попробуем тестовую рассылку сейчас сделать. Здесь у нас все настроено. Так. отправлю это уже себе. Ах, ну-ка, еще раз проверю. Все-таки долго шло письмо. Нет, нет, нет. Нет, к сожалению, что-то видимо все-таки у меня там не настроен почтовый серб. Вот. Таким образом такие рассылки будут регулярно отправляться в пользователь до тех пор, пока не будет достигнута какая-то цель. Ну, помимо того, что мы создали какую-то рассылку, есть уже готовые шаблоны триггерных рассылок, можно пользоваться ими. Ай. Вернусь сейчас, да, посмотрим, какие есть уже готовые рассылки. вот, для корзин, например, запытая корзина, да, человек регистрируется на сайте, ради эксперимента что-то кладет в корзину, потом уходит и так и не оформляет заказ. Или там отмененный заказ отменили, что-то помешало. Ну, чтобы выяснить причину отмены и вернуть заказчика, можно сделать такую рассылочку. Ну, и так далее, да, письма вдогонку, если там три месяца человек не заходил на сайт, ну, хулиганство это такая рассылка, которая отсылает каждые сто дней, по-моему, что прошло сто дней, как вас не было на сайте, пожалуйста, зайдите. Вы наверняка сами с этим прекрасно знакомы, что наверняка вам такие письма приходят. Инструмент в последнее время стал очень популярным, и вот такого рода email маркетинг тоже очень хорошо развивается. Для чего это нужно подумают многие, и мы сейчас посмотрим для чего. Эти инструменты нужны для повышения конверсии сайта. Что такое вообще конверсия сайта? Это такой показатель эффективности вашего интернет-магазина либо вашего сайта. Если мы говорим о интернет-магазине, то это соотношение посетителей вашего сайта к тем посетителям, которые совершили покупку. Вот, например, 10 тысяч посетителей пришло на ваш сайт, 100 из них совершило покупку. То есть конверсия сайта равно 1%. Вообще это достаточно хороший показатель. Таких сайтов, у которых конверсия 2-3% их не так много. Обычная конверсия ниже 1%. То есть 1% это очень здорово. Поэтому ваша задача как владельца интернет-магазина это увеличивать данную конверсию. Вот для того, чтобы ее увеличивать, ее в первую очередь надо уметь измерять. И для того, чтобы измерять, мы внедрили сразу несколько инструментов в последней версии. Первый инструмент называется пульс конверсии. У меня здесь пульс совсем никакой. Я запустил здесь на тестовой версии интернет-магазин. Он через час прекратит свое существование. То есть на 3 часа он доступен. Но что мы можем посмотреть? Помимо того, что здесь есть общий показатель переходов, во-первых, мы можем разделять по устройствам, с которых заходили вам, и посмотреть, с каких устройств лучше происходит заказа. Вот, например, умеем разделять планшеты, смартфоны, десктоп-компьютеры, то есть ноутбуки или стационарные и прочее. В данном случае попало 3 заказа, которые были созданы автоматически системой, как демонстрационные заказы. Вот они здесь попали, поэтому по ним он показывает и трафик такой, что столько людей заходило и сделали 3 заказа на определенную сумму. Под десктопом это то, что я уже оформлял, какие заказы, вот они как раз сюда попали. Если бы что-то с телефона делали, то у нас тоже бы здесь это было показано. То есть мы можем увидеть, что у нас общая суммарная конверсия составила 1,06%. Если мы смотрим конверсию, считаем не по оплаченным заказам, а по оформленным заказам, то получается 1,28% и так далее. Можно посмотреть именно по добавлению в корзину в корзину. С каких устройств было сколько заказов например мы посмотрели вот сейчас добавлено в корзину. Уже видим, что по умолчанию добавлено в корзину было 7 заказов, оплачено было из них только 3. Насколько я помню. Да, 3 и 2 с десктопа. Вот. Помимо того, что с устройств которые заходили мы можем показать вам ваш конверсию, мы можем посмотреть также и источники, то есть откуда пришли ваш клиент, кто пришел с почтовой рассылки, кто пришел с контекстной рекламы, кто пришел с какого-то гранического трафика, то есть просто вводили в поисковике какие-то слова и переходили на ваш сайт. Вот. Все это здесь можно посмотреть подробнее. Давайте например у нас единственное заполненное это вот тут раздел прочее, а прочее он нам не покажет подробнее. Он покажет только почтовые рассылки, контекстную и органический трафик. Но тем не менее вот такой инструмент технологически не очень простой, но вы можете брать им если у вас сайт на битриксе можете брать и начинать им пользоваться. Так, посмотрели с вами про пульс конверсии. Давайте посмотрим еще так. Такую интересную штуку как бизнес-модель интернет-магазина. Это тоже про конверсию. Это тоже тот же инструмент, который будет рассказывать нам что у нас творится с продажей. Вот таким образом мы можем посмотреть, то есть как бы объяснить. Это своего рода здесь, что самое интересное, это калькулятор. То есть вы можете спрогнозировать. Данные цифры, рекламный бюджет, прочие расходы, они будут браться автоматически, если вы настроили есть возможность настроить контекстной рекламы прямо в битриксе. Об этом будет по-моему в третьем вебинаре мой коллега рассказывать. И вся эта информация автоматически берется, но вы всегда можете спрогнозировать. То есть указать какой у вас там примерно будет рекламный бюджет, сколько цена за переход, какая конверсия. Например, при конверсии 1.06 у нас 1.06 давайте попробуем конверсию 3. На себестоимость валовый доход 1.0 при конверсии например 2.0 то у нас получается совсем другие цифры. То есть эта информация может меняться на цену какую-то можете указать и так далее. И просто посмотреть какие цифры у вас будут получаться при той или иной конверсии. Спрогнозировать. и что еще хотелось показать об тестировании. Тоже один достаточно эффективный инструмент для маркетинговых исследований, который позволяет сравнивать два варианта какой-то страницы или дизайна сайта для того, чтобы выяснить насколько такие изменения повысит конверсию. по умолчанию есть уже заготовленные тесты. Например, вы можете разный дизайн или например разные главные страницы. Давайте настройки посмотрим, как это делается. То есть вы выбираете какой-то процент трафика, который приходит к вам на сайт, процент посетителей, которые заходят к вам на сайт, и на них проводите эксперимент. Эксперимент заключается в следующем, что например, для одной половины из этих 30% вы показываете одну страничку, пускай она будет индекс PHP, а для другой будете показывать другую страничку, у меня сейчас не создано, но можно например создать индекс 1 PHP. Давайте какой-то не знаю, 404 покажу. Вот. Сохраню это. И после того, как запустите, давайте запустим, можно будет потом смотреть результаты. С какой странички у вас конверсия лучше. То есть может у вас на главной странице висит баннер какой-то неудачный, и пользователь видит баннер, и у них почему-то пропадает желание покупать ваш товар. а вы на второй странице повесили другой баннер с другой картинкой, и пользователям эта картинка нравится, они с радостью покупают товар. Вы просто сравниваете трафик на этих двух страницах, и после этого смотрите, где у вас конверсия будет больше. здесь к сожалению все пока у нас пусто, на живом примере не смогу это показать. Так, у меня время уже заканчивается, я сейчас передам слово коллеге, а сам посмотрю на ваши вопросы, что-то отвечу так, чтобы были видны ответы всем, если что-то не смогу ответить, то обязательно расскажу попозже, может быть по почте отвечу, или как-то так. Так, на этом у меня все, спасибо, передаю слово Сергею. Добрый день, коллеги, меня зовут Сергей Решенин, я являюсь менеджером по продуктам компании Regro. Сегодня расскажу вторую часть вебинара про готовые решения на основе 1SB-Trix, как же запустить проект в один клик. Вообще мой доклад будет в формате презентации, достаточно простой, не буду погружать вас в детали, хотя, конечно, Никита достаточно подробно и интересно рассказал про новые возможности Bittrex, в том числе и маркетинг, возможности склада. Я же вам расскажу про готовые сайты, то есть на самом деле доклад будет интересен не только тем, кто собирается сделать новый проект, но и тем, у кого уже есть текущий, можете почерпнуть какие-то идеи, либо создать новый сайт достаточно быстро и просто, как именно я вам расскажу в следующем своем докладе. Итак, когда же в принципе имеет смысл использовать готовые решения для создания сайта? Во-первых, тогда, когда нет времени. Это действительно большая экономия денег и времени. Расскажу, что такое является комплексным решением для бизнеса, оно включает в себя сайт, лицензию, хостинг в одном пакете. Также рассмотрим некоторые примеры и пошаговую инструкцию, как пройти от идеи до результата. Вообще, в компании игру мы постоянно пытаемся анализировать потребности наших клиентов и запускать новые продукты, улучшать качество наших услуг. В отличие от многих регистраторов и хостеров, мы пытаемся добавлять новые сервисы, новые возможности. Мы не ограничиваемся только доменами и хостингом. Давайте рассмотрим основные функции сайта для бизнеса. Это важно понимать для следующих слайдов, для общего концепции. Ну, естественно, сайт это всегда онлайн-визитка. Также это мощный рекламный инструмент для привлечения новых клиентов. В случае темы нашего сегодняшнего вебинара, естественно, это виртуальный каталог товаров и услуг либо даже полноценная e-commerce площадка. Вам важно оставаться всегда на связи с вашими клиентами, поддерживать имидж и престиж компании. Если вы задаетесь задачей создать сайт с нуля, то вы столкнетесь с проблемами. Проблема достаточно серьезная и ни одна студия, даже если вы обращаетесь к серьезному подрядчику, который будет делать ваш новый сайт, не сможет ответить на все эти вопросы. Первый вопрос, с чего начать? То есть, возможно, вы знаете, да, я хочу интернет-магазин, но вы не знаете, какая должна быть структура, какой функционал, какой дизайн должен быть в составе. То есть, можно сказать, что хочу такой же магазин, как и на приметном домене, как у конкурента. Но и в этом случае не факт, что вы получите такой же результат, потому что есть очень много подводных камней. То есть, у вас только есть идея, а как ее претворить жизнь, вы не знаете. Также большая проблема, как найти подрядчика. Понятно, что можно пойти в студию, найти фрилансера, либо еще какие-то варианты посмотреть. Большая проблема, даже если вы получаете готовый магазин, как же его наполнить. Причем вопрос не только откуда взять новые тексты для сайта или изображения, а как импортировать товарную базу, которая у вас уже есть, добавить фотографии, обеспечить хорошее качество. Тем более, как правило, магазины содержат очень много полей, и не все поля у вас есть, не все свойства товаров у вас есть для того, чтобы работали на номерфильтры. То есть, проблем очень много. Ну и, естественно, большой вопрос, на ком-хостинге размещать, как поддерживать, как развивать проект, потому что поддержка и развитие это совершенно разные вещи. Если мы говорим о поддержке, то это закрытие каких-то банальных задач, развитие, это уже более проактивная позиция должна быть у той компании, которая этим будет заниматься, должны предлагать какие-то варианты, в том числе использовать новые возможности 1SB-Trix, о которых говорил Никита, также об тестировании, рассылке. это требует очень серьезной и долгой работы. Вообще, этапы создания сайта вполне-таки можно себе описать, представить, и дело в том, что не все студии качественно их проходят. Если вы получаете просто копию сайта или у вас уже есть сайт, можете сейчас посмотреть на эти этапы и понять, что на самом деле какие-то части этапов вы просто пропускали. Но первый этап это сбор требований, то есть аналитика. Когда вы ваши пожелания вносите в некоторый чек-лист и понимаете, что в принципе какие функции должны быть на сайте, какие цели сайт должен выполнять. После этого обычно студия занимается проектированием, то есть на основе собранных требований они рисуют прототипы. Как правило, это не просто прототип главной странички, вот еще и корзина и другие разделы сайтов. Фильтры, все это прорабатывается, отдельно проектируется, часто даже еще и тестируется. То есть вы не можете просто руководствоваться копией какого-либо сайта. После того, как эти два этапа будут закончены, наступает этап достаточно такой длительный, нудный, это написание технического задания. Смысл очень простой. Это будет приложение к договору, в котором будет полное и подробное описание реализации всех компонентов сайта. Крайне важно, потому что когда вы получите готовый сайт, вы должны будете сверить это с техническими заданиями, и если какие-то функции не были реализованы, можете вполне-таки претендовать на то, чтобы они были сделаны подрядчиком. И только после этого начинается дизайн-концепция. То есть, собственно, картинку первую вы видите только на этапе дизайн-концепции. Потому что прототип не является изображением, и дизайн-концепция может существенно ее изменить. После того, как будет согласован дизайн-концепция, наступает этап дизайна. Как раз на этом этапе вы получаете все макеты сайта. Если говорить о магазинах, то заказывая магазин в крупной веб-студии, если она подходит к вопросу очень качественно, то это порядка 50 макетов. То есть, это и шаг-корзина часто, отдельно формы, всплывающие окна. То есть, очень много макетов требуется нарисовать. Это колоссальная работа. После этого начинаются технические этапы. Это верстка, программирование, далее наполнение. Сейчас это очень длительный этап, потому что нужно импортировать вашу базу данных или настроить интеграцию с 1С. После этого происходит тестирование. На этом этапе часто выявляется очень много недоработок на сайте, поэтому здесь вообще можно сказать, что есть некоторый цикл тестирования-доработка, тестирования-доработка. То есть, можно здесь вот зациклиться и зависнуть. Поэтому часто студии пытаются получить сразу порядка 70% стоимости проекта на этапе дизайна. Как только вы делаете предоплату, обычно это 30%, остальные 40% студии пытаются уже получить на этапе программирования. Потому что этап тестирования-доработки занимает очень длительное время, но студия уже получила 70% бюджета. Поэтому здесь может быть затянув проект. И только после этого наступает этап запуска. То есть, когда вы получаете свой сайт на домене. Конечно, хотелось бы упростить задачу. То есть, исходить из некоторых таких руководительских моментов. То есть, вы видите хороший сайт, красивую картинку и хотите сделать такой же сайт. То есть, вы не хотите задаваться вопросами об этих этапах сложных. В принципе, мы как раз таки в компании Regrew предоставляем вам такую возможность. Мы проинтегрировали продажу готовых сайтов из Marketplace 1SBITX у нас на сайте. То есть, для этого вам нужно зайти на сайт. Вы увидите в разделе создания сайтов разделенные по категориям на страничке 1SBITX готовые сайты. Причем, мы их разделили на типы и сделали подробный каталог, в котором ввели даже тематические фильтры. То есть, вам достаточно для того, чтобы найти в нужной тематике магазин, например, нажать на фильтр, и сразу будет ассортирован результат. Причем, руководствуясь, можно сказать, субъективными критериями, сделали некоторую сортировку этих магазинов по продажам, по качественности сайта, по функциональности сайтов и так далее, по проработанности их. Поэтому процесс выбора достаточно простой и удобный. Кроме того, вот на этом скриншоте хорошо видно, что вы видите конечную цену сразу, которая включает в себя не только готовый сайт, но еще и лицензию и хостинг. Причем лицензию можно часто выбирать, потому что многие готовые сайты могут работать на низких видах лицензии, но если мы берем магазины, как правило, это малый бизнес и бизнес. Соответственно, можно выбрать необходимую вам лицензию и хостинг. Причем хостинг мы часто предоставляем бесплатно, как раз наше основное преимущество. Если мы говорим о ВПС-хостинге, конечно, он очень дорогой, и здесь мы даем очень большую скидку, поэтому даже ВПС-хостинг будет бесплатен. Вообще самым главным нашим преимуществом является то, что мы автоматически устанавливаем данные сайта. То есть мы вбиваем все данные технически, то есть это база данных, в ТП-соединение, все это происходит автоматически и очень быстро. Вам же остается только настроить сайт после его установки, то есть некоторые пройти визор. Вот здесь на скриншоте видно, что после установки нужно ввести название магазина, телефон и так далее, то есть настройки шаблона, указать тип оплаты, оплату, доставку и так далее. То есть некоторые стандартные возможности, которые представляет конкретный готовый сайт. Вообще выбор готового сайта можно разделить на некоторые этапы. Для того, чтобы не запутаться, во-первых, надо понять, какой тип сайта вы хотите. Ну, сегодня мы говорим об интернет-магазинах, поэтому ответ очевиден. Далее необходимо понять, какой функционал должен быть. Вообще магазины достаточно однообразны, надо сказать, что и в любом магазине есть главная страничка с баннером, спецпредложение на главной страничке, раздел категорий, каталог, качество товара подробное, возможности оплаты и доставки. Что хорошо, что покупая готовый магазин на 1С Битрикс, многие вещи стандартные и многие производители готовых сайтов не сильно изменяют, а только добавляют дополнительные возможности в процессе покупки, имея в виду выбор способа оплаты и способа доставки. Более того, все эти способы настраиваются внутри административной части. Как раз сегодня Никита показывал корзину, мы посмотрели возможность добавить новый вид оплаты, все это делается очень быстро и просто. После того, как вы определили тот функционал, который вам нужен, можете выбрать магазин по дизайну. На самом деле еще нужно руководствоваться производителем, то есть есть несколько основных производителей готовых сайтов в маркетплейсе, которые действительно выпускают качественные решения, в принципе, их сразу видно, поэтому здесь можно руководствоваться только для дизайна, это очень важный критерий, то есть функционал дизайна. Дальше вы должны понять, насколько подойдут те материалы, которые у вас есть на данный прототип и, собственно говоря, выбор сделан. После этого можно нажать купить и решение будет установлено. Хотел бы еще отметить то, что все решения на самом деле универсальны, то есть если вы даже увидите интернет-магазин бытовой техники, это не значит, что вы не можете продавать там строительные материалы, проблем никакой нет. Фотографии меняются, никаких особенных функциональных особенностей, которые заточены на продажу бытовой техники нет, потому что все фильтры свойства меняются и магазин может работать в режиме продажи строительных материалов, разницы никакой нет. Давайте рассмотрим несколько примеров. Хотел отдельно посмотреть, указать вам на магазин Bitronic. Очень качественное решение, которое содержит в себе возможность выбора города. Очень подробно можно посмотреть на раздел каталога, здесь есть возможность сделать отдельное изображение производителей, возможность добавлять новые фильтры, фильтры по цене, очень подробное и качественное решение проработано, есть различные виды оформления выдачи товаров, то есть либо списком, либо матрицей, либо подробно. Что очень удобно, то есть вы можете действительно настроить данное решение под ваши товары, и оно очень адаптивно в плане своих возможностей. Также интересный момент является то, что многие шаблоны, в том числе и этот, имеют очень много видов настроек. То есть вам не нужно возиться с программным кодом, вы можете зайти в режим настройки сайта и увидеть, что можно выбрать как световую схему, так и формат баннеров на главной странице, вид меню, вид корзейный и так далее. То есть очень много настроек производители закладывают в свои готовые сайты, что очень удобно для запуска. То есть вы получите действительно кастомизированное под вас решение в плане цвета, вам останется только добавить логотип и добавить ваши товары. Магазин готов для запуска. Другим качественным решением является магазин Крутой Шоп. Тоже очень проработанная главная страничка, есть хороший красивый баннер, есть специальные предложения, есть возможность переключать различные виды меню, что очень важно в разделе каталог, есть возможность писать описание для каждой категории, что очень важно для продвижения, и делать различную вложенность в структуру каталога. Ну, в данном случае было три уровня вложенности. Хотя, в принципе, это не ограничено. Для каждой категории можно вводить свои фильтры. Различные свойства, такие как хиты продаж, новинка, акция, делать фильтр по цене, фильтр по брендам и так далее. Все эти возможности уже заложены по умолчанию. Также настраивается цветовая схема решения, вид баннера на главной страничке, меняется тип меню и корзина. То есть она может быть летающей, то есть она будет прикреплена к правой части экрана, либо располагаться в шапке сайта, что очень удобно. То есть решение очень хорошо кастомизируется. Причем уже второй пример совершенно другого производителя. Самое интересное, что есть простые и достаточные решения, которые запускаются даже на редакции старт, что очень важно с точки зрения экономии средств, потому что такой сайт вам обойдется в порядка 10 тысяч рублей. В силу того, что решение стоит порядка 4, далее вы платите редакцию старт и за хостинг. Но в данном случае мы предоставляем хостинг бесплатно. То есть действительно можно сделать хороший магазин даже на редакции старт. Единственное, конечно, у вас будут ограничения по функционалу, то есть не будет отдельного модуля электронной коммерции внутри 1SB-Trix, но тем не менее товары будут храниться в одном информационном блоке, а заказы в другом, что в принципе тоже вполне таки себе рабочий вариант. Здесь же проработана карточка товара, есть фотогалерей и так далее. То есть редакция старт тоже позволяет делать достаточно функциональный сайт. Давайте рассмотрим преимущества этого сайта. Во-первых, вам не нужно думать о технических деталях. Во-вторых, вы запускаете сайт действительно очень быстро. Например, если вы принимаете решение о том, что у вас появилась возможность продавать какой-то вид товаров в ноябре, то значит вы вполне таки можете потратить порядка 6 часов и запустить сайт мгновенно в тот же день. Либо через неделю здесь скорее всего этап наполнения займет основную часть времени. Таким образом вы получаете огромные преимущества перед конкурентами. То есть в сезон активных продаж вы запускаете быстро новый проект с новым дизайном и пытаетесь продвинуться как в контекстной рекламе либо еще какими-то способами. Но площадка у вас есть и получаете ее очень быстро. Это очень важное большое преимущество. То есть вы сокращаете производственный цикл. Тут я вам показывал сколько есть этапов и создание сайта. Вы занимаетесь только наполнением. Что очень важно вам нужно иметь всего одного человека или делать это самостоятельно. Если товаров немного. Важным моментом является то, что вы занимаетесь бизнесом, а не процессом создания сайта. Существенно экономите на процессе разработки сайта. Интересным моментом является то, что вы получаете готовую структуру и работающую идею. Одним словом это прототип, который уже содержит некоторые идеи и часто даже вам говорят, что введите такой-то текст в баннер, потому что есть в баннере заголовок, описание, изображение. То есть вы получаете структуру, которую нужно наполнить. Также вы не допустите ошибок в функционале, потому что решение уже протестировано, оно отработано, вам нужно только его наполнять. Давайте посмотрим, что же есть на рынке. Вообще среди платных коммерческих CMS есть лидер, это один из битриксов, конечно же. И надо сказать, что процент доли рынка существенно растет. То есть буквально недавно я ввел подобный вебинар и думаю, что где-то полгода назад до рынка была порядка 58%. Это исследование проводила компания iTrack, за счет мониторинга сайта в фурнете делается такой подробный график. Даже среди общего рейтинга CMS в России, если мы возьмем не только платные коммерческие CMS, но и бесплатные продукты, конечно, на первом месте будет WordPress и Joomla как бесплатное решение, но уже третье место для коммерческого продукта это очень существенно показать. То есть 8% всего рынка CMS, даже больше уже. Вообще надо сказать, лидер Bitrix это лидер по внедренным технологиям среди российских CMS. В принципе, действительно очень много интересных технологий, которые на практике тоже можно почувствовать. То есть это не просто какие-то красивые названия технологий, а это те вещи, которые действительно можно увидеть. И даже я думаю, что если вы будете проводить обэ-тестирование с помощью инструмента, который показывал Никита, увидите, что допустим такая технология, как композитный сайт, очень существенно повышает конверсию. Это связано с тем, что странички сайта грузятся очень быстро, и это очень сильно влияет на принятие решения. Если клиент заходит на сайт и он очень долго загружается, то, конечно, это очень неудобно и очень высокая вероятность того, что произойдет отказ от покупки или звонка вам. То есть потому что сайт загружается очень долго, это неудобно. Также вы получаете полную совместимость с продуктами один из предприятия, адаптивный интерфейс системы управления, то есть вы можете управлять магазином с мобильного телефона или iPad, это очень удобно, если вы в дороге какое-то быстрое действие произвести. Очень интересным моментом является то, что сайт управляется визуально, то есть вы сами многие знаете, что можно зайти в авторизовацию в Bittrex, зайти на сайт, включить режим редактирования, и те компоненты, которые вы видите, можете редактировать непосредственно напрямую. Также очень важным моментом является гибкий механизм хранения данных, это информационные блоки, можно действительно создавать сложные структуры, что очень важно для интерфейс магазинов, потому что очень много свойств, фильтров, все это надо, чтобы было связано, есть товары, которые хотелось бы перекрестно размещать в категориях, все это позволяет гибкая структура хранения данных на информационных блоках. Кроме того, есть возможности быстрого создания мобильного приложения, можете почитать на сайте NetVitrix, это очень удобно и быстро, можно сделать отдельное приложение для вашего магазина, оно сразу готово для размещения в маркетплейсе, имея в виду Apple Store. Также есть встроенный комплекс безопасности, проактивной защиты, вообще это интересная вещь, на практике очень просто это можно увидеть, если на сайте произошел взлом, то вы сразу об этом будете проинформированы и быстро будете исправлять данную проблему, потому что на самом деле часто многие сайты взламываются, но до конкретных владельцев сайты доходят слишком поздно, то есть через неделю, а то и через месяц, а все клиенты страдают, которые к вам заходят. Вообще, надо сказать, что все сайты, которые есть на 1SB3 Marketplace имеют законченный вид. Если вы сравните с другими конкурентами, то вы увидите, что многие сайты имеют похожий на правду вид, но на самом деле они совершенно не готовы к работе и имеют много недоработок. Также Bittrex это enterprise решение, то есть это платформа для предприятия. Это очень важные и существенные показатели для принятия решения, на какой платформе должны сделать ваш магазин. Из практики могу сказать, что те программисты, которые работают на 1SB3, они действительно настроены на результат, а не на процесс, потому что на фрилансе очень много разработчиков, которые работают и на фреймворках, и на бесплатных CMS, но часто взаимодействие с ними превращается в бесконечный процесс. Это связано с тем, что данные разработчики часто делают не только коммерческие проекты, но и различные блоги, какие-то простые частные сайты, и их заказчики не привыкли работать на потоке задач, и такие программисты существенно отличаются от программистов, которые работают на enterprise-платформах. Если мы сравним с конструкторами, то, конечно, надо сказать, что они в последнее время становятся очень популярными, но они слишком примитивны. То есть, да, они дают возможность визуально править сайты, но часто эта возможность приводит к тому, что сайт сильно портит свой вид, и та функциональность, которая там есть, даже если мы говорим о специализированных e-commerce конструкторах, она слишком примитивна, и у вас всегда будет потолок по развитию сайта. То есть вы не сможете привлечь программистов для того, чтобы доработать какие-то новые возможности, поэкспериментировать с какими-то способами оплаты доставки, какими-то сервисами интерактивными на сайте и так далее. То есть они сильно ограничены по функционалу. Если мы рассмотрим шаблон для известных CMS, я имею в виду многие сайты, такие как TemplateMonster либо TempForest, это тоже не выгод. Дело в том, что они слишком американские эти шаблоны, они совершенно не адаптированы под задачи e-commerce, они могут быть красивые, но на практике, если вы их покупаете и интегрируете в CMS, вы не получите тот продукт, который вы видите на картинке совершенно. Они слишком далеки от адаптации под российские реалии. Западные решения, такие как Magento, они слишком сложные и совершенно не адаптированы тоже под российские законодательства даже и под возможности те, которые дают российские продукты. Я имею в виду способы оплаты и доставки в первую очередь. Кроме того, внутри эти CMS крайне сложные и непонятные, то есть действительно там совершенно невозможно разобраться. И мало специалистов, которые готовы сделать качественный продукт на данной платформе. Кроме того, получается очуживаемость и даже более того стандарт разработки. То есть вы можете быстро поменять подрядчика, найти новую программистную на проект, потому что многие готовы взяться за поддержку и за развитие вашего сайта. Как же запускается готовый сайт на 1.0 битрикс в игру? Все очень просто. Вы заходите в каталог, выбираете оптимально готовые решения, выбираете тариф хостинга, лицензию и получаете установленный сайт на вашем хостинге. Проходите мастер настройки сайта, то есть никакой установки у вас не будет, все эти вопросы мы берем на себя. Сайт готов. То есть он привязан к вашему домену и размещен на хостинге. Более того, вы получаете полноценный пакет услуг. То есть это готовые решения, лицензия, хостинг и домен. Если у вас есть ваш домен, то мы можем эту услугу добавить к вашему домену. Таким образом, получаете готовое решение. Какую редакцию выбрать? Для магазина ответ простой, либо малый бизнес, либо бизнес. Надо сказать, что в августе идет 12-процентная скидка на все лицензии. Не только у нас, это общая скидка для всех. Редакция старта стандарт и эксперт тоже могут быть использованы для магазина, но с ограниченной функциональностью в плане модуля e-commerce. То есть я уже говорил, что есть простые дешевые магазины на редакции старт. Они, конечно, могут выполнять задачу магазина, но это скорее некоторый каталог с возможностью заказа. По хостингу. Вообще есть много видов хостинга. Мы предлагаем два основных для установки готовых решений. Это виртуальный хостинг и виртуальный сервер. Виртуальный хостинг это классический хостинг, он подойдет для большинства сайтов. Основное отличие в гарантированных ресурсах. Это не только у нас, это у всех хостеров. То есть это обычный виртуальный хостинг. Тот самый дешевый либо бесплатный, который мы предоставляем при покупке готовых решений. Либо виртуальный сервер. Сервер это уже более серьезный хостинг, то есть это уже гарантированные ресурсы и он подойдет для большинства высоконабежных проектов. В случае, если вы хотите заказать сервер отдельный, выделенный, мы эту тоже услугу предоставляем. Для многих магазинов действительно актуальная задача. Но здесь вам придется купить лицензию отдельно с готовым сайтом, и мы установим вам вручную на виртуальный сервер, физический сервер, имею в виду. Вообще мы много потратили времени на то, чтобы исследовать проблемы хостинга для DNS-Bitrix, и мы долго занимались оптимизацией настроек, таких как PHP и MySQL. То есть тех технологических нюансов, которые требуются для установки Bitrix, мы довели эти настройки до совершенства, я считаю. То есть мы поменяли версию PHP до последней, что существенно повлияло на скорость работы сайтов. Мы производим регулярное резервное копирование, то есть все копии сайта доступны ежедневно в течение 30 дней на период, вы можете восстановиться на любую точку. Мы предоставляем защиту от DDoS-атак. То есть я помню, что порядка трех лет назад было под первым трендом заказывать на конкурентов. Естественно, это такой черный рынок совершенно. То есть все искали хакеров и заказывали DDoS-атаку на конкурентов. И сайт падал на целый месяц. У нас такого не будет. То есть у нас действительно встроена DDoS-защита от атак. Работает очень хорошо и качественно. Есть два уровня. Есть бесплатная, которая решает ряд простых задач. Также есть платный сервис, который решает все даже очень существенные атаки на ваш сайт, будут отражены. Кроме того, мы оказываем оперативную поддержку. Вы можете обращаться через нашу тасковую систему, по телефону, либо иные каналы. Достаточно быстро мы будем реагировать на ваши вопросы. Что касается поддержки. Но вообще, естественно, при покупке готового сайта есть три направления поддержки. Дело в том, что доменом и хостингом занимаемся мы. Сам готовый сайт, то есть шаблон, который вы покупаете, занимается компанией-разработчик. Допустим, Аспро и другие компании, которые разрабатывали эти сайты. Они же их поддерживают. Ну а своим продуктом 1С-Битрикс занимается, естественно, 1С-Битрикс через их систему поддержки. То есть все вопросы у вас полностью будут закрыты. Какие реальные выгоды вы получаете при покупке готового решения в регу? Во-первых, мы даем конечную стоимость. То есть вы видите шаблон, и мы сразу говорим конечную стоимость, которая включает в себя и лицензию, и хостинг. Причем лицензию, как вы уже видели, можете выбирать. Ну, в среднем, если мы говорим про магазин, решение будет стоить порядка 30 тысяч рублей. Но цены варьируются от 8 до 75 тысяч рублей за самый совершенный магазин. Ну вот, порядка 75 стоит Bitronic Pro 2, который я вам показывал в начале. То есть это уже лицензия малый бизнес, это сам продукт и хостинг на год. Кстати говоря, хостинг на год вы можете получить бесплатно, если вы выбираете обычный классический хостинг, который до 1000-2000 человек в день совершенно спокойно будет позволять переваривать. Если потребуется большая посещаемость, конечно, потребуется ВПС, хостинг. Также, как я уже сказал, получается возможность выбрать хостинг бесплатно на год. В реальности на российском рынке нет ни одной компании, которая занимается автоматической установкой готовых решений. То есть альтернатив на рынке нет. Ну и вы получаете действительно готовый сайт. То есть если у вас есть домен, или вы покупаете новый, буквально за 5 минут после оплаты вы получаете готовые решения на вашем домене. Я вас призываю экономить время и деньги, и восстанавливать готовые решения. Спасибо, готов ответить на ваши вопросы. Никита? Ну я здесь, но вопрос здесь один, не очень может корректно. У вас Bittrex работает быстрее, чем на таймвипте? Нет. Ну, можете сравнить. Если вы берете ВПС тариф, то да, то быстрее. Ну а так, в принципе, больше вопросов нет. Всем спасибо. Заканчиваем тогда наш вебинар. Ну и я думаю, в понедельник, наверное, уже запись будет на сайте. Можно будет ознакомиться с ней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok